итак у нас сегодня 17 февраля среда до конца соревнований осталось в общем то сегодняшняя ночь завтрашний день ночи тверга на пятницу и до 11 утра принципе времени совсем немало для того чтобы чумы сотворить единственное нужно небольшое изменение погоды конечно самая большая проблема на сегодняшний день это волна потому что привет глябыш потому что хранить рыбу это превращается в реально какое-то просто приключение потому что попытки занести мешок воду естественно заканчивается ничем занести его невозможно тебя волну сбивает него тоже удивляет есть честно вам скажу меня очень сильно удивляет здесь собрались в общем-то карпятники которые ловят много лет есть давно проверенные системы именно для таких ситуаций для того чтобы постараться сохранить рыбу в воде несмотря на прибою та же самая простая система по принципу бельевой веревки всем известно с карабинами как бы но только нужно об этом позаботиться до начала урагана то есть в общем-то команды которые у них было фактически два нормальных дня они могли спокойно продумать эту систему чтобы можно было не заходя по шею в воду добыть эту рыбу с мешков я вам расскажу как бы но я об этом писал кто читал мои отчеты на форуме что случилось на пляже амну на севере команда вельсона и которых шли очень хорошо в какой-то момент горешь привет получилась фигня они когда приехали судьи на взвешивание команда кинулась она не может вытащить рыбу из мешков потому что они как бы умные да они чтобы рыбу сохранить они занесли его подальше там получается метров 15 от берега там кусты и вот к этим кустам они мешки эти привязали но когда был штиль они за спокойно заходили там воды было ну мог бы чуть больше чем по пояс не так кажется но когда началась полутора метровая волна попасть к этому кусту уже стало просто физически невозможно брать штоков плать и изменить как бы при такой температуре воздуха и воды плавать я бы и не стал это не очень веселое занять поэтому только осталось судимые команде стоят на берегу смотреть в ту сторону и грустить потому что там метод помоя есть пару рыб неплохих и могло бы это дать хороший результат но есть проблема кроме этого у них у них получается что ветер дует им прямо в лицо и волна идет как бы прямо им в лицо получается соответственно они фактически не могут нормально забросить ненормально кормить и есть команды там который уже вымотали снасти и прекратили все попытки что-то сделать потому что реально очень тяжело плюс у тех же команды вильсон и одну из палаток фактически смыло потому что когда они поставили об этом вчера говорил по моему что когда вы ставите палатки в ожидании урагана тем более если ветер предположительно будет дуть вашу сторону оксан привет всегда смотрите на берегу до какого уровня доходила вода в последние дни как бы перед этим это всегда очень хорошо видно на на гальке где была вода максимально высоко как там остается всегда какой-то мусор и свет на палатку нужно ставить еще дальше потому что с дождями уровень кино это только растет и вода просто подымается и круг кроме того что и нагоняет ветром она подымается от того что пример от наполняется ну я не знаю что вам сказать все такие крутые ребята все такие крутые карпятники но почему-то некоторые об этом не подумали вот у нас из новостей за сегодня я еще пока не дохожу до результатов это я ставлю как на закуску но из происшествий до сегодня ночью снялась команда авиар карп румыны не очень жалко вели вели очень давно знаю он шикарный классный мужик карпятники поплавочник он обожает соревнования участвует на всех наших соревнованиях но человека нет пары и каждый раз когда подходят большие соревнования начинается у него проблемы потому что ему надо либо с кем-то с какой-то из других двоек уже готовых объединяться а это не всегда хорошо он уже это пробовал он ходил с помпе свое время и не смог с нему житься либо искать кого-то кто согласится пойти с ним а это не всегда бывают нужно понимать что такое двойка пара как бы с которой идет на соревнования тем более таки серьезное соревнования как гвиллейский карп это нам 2 человека которые понимают друг друга с полуслова которые не будут ссориться по любому поводу которые сразу определяют кто в команде главный они будут делить между собой я главный я не главный а забрасывают и вываживая себе наоборот это мои полки твои полки рада кода ходит ничего хорошего не будет плюс как бы человек должен быть готов к слову к трудностям Изначально, когда он идет на соревнования, он должен быть готов к тому, что будет не очень весело. Придется пахать и не спать ночью. И закончится все тем, что посреди ночи, в 2 часа ночи, или в час ночи, я уже не помню точно, этот его напарник сказал, я на это не подписывался на такие вот условия, ну вас всех нафиг. Собрался и уехал. Естественно, Вилли остался один, и по правилам соревнований участник один выступать не может. Вот, поэтому в 3 часа ночи Вилли тоже собрался, под дождем, что называется, и уехал. Вот, второй инцидент произошел чуть позже, уже как бы утром, по каким-то непонятным там причинам, что-то случилось у кого-то, как всегда это бывает, снялась команда Джузеппе, наш папа Карло. Тоже в итоге, как бы там Андрей остался один на берегу, та же самая фигня, один работать не имеет права, поэтому он собрал свои вещи и тоже уехал. Ну, это как бы два таких вот основных инцидента. Да, Вилли жаль, потому что реально, как бы, вот я, если бы у меня был бы кто-то, кого бы мог ему предложить, но проблема еще в том, что по-русски Вилли не говорит, он говорит на Вите, на румынском. Ну, достаточно тяжело выступать в одной команде с человеком, который не говорит на твоем родном языке, потому что ты можешь прекрасно знать иностранный язык, но пять суток разговаривать на чужом для тебя языке, это не очень весело. Скажем, там Рома, например, с Равилом нормально выступает, потому что Рома фактически вырос в Израиле, для него еврит это второй родной язык, ему с этим проблемы нет. Ну, как говорится, у каждого свои проблемы. Понятно, что с погодой нас не сильно обманули, обещали, очень неприятную погоду мы ее получили, фактически дожди, как бы, не прекращаются, ну, так, с маленькими промежутками, но меня это не сильно удивляет, мы это проходили в прошлом, в позапрошлом, но в прошлом году было то же самое, тоже были дожди, тоже были по несколько дней, люди были мокрые с ног до головы, тоже был ветер, тоже была волна, как бы ничего нового нет, проблема только в том, что человеческая память устроена таким образом, что вот эти моменты, она почему-то куда-то убирает очень далеко и глубоко, и кажется, что вот прошлый турнир был совсем не такой, там было все по-другому, а когда я читаю свой отчет, я понимаю, что нет, я не ошибаюсь, потому что я так и писал, дождь зарядил, дождь идет, температура плюс 6 градусов на улице, я замерз и так далее, ничего не изменилось, все то же самое, что было, только разница в том, что тогда это был январь, а сейчас это февраль, но я же об этом говорил в одном из своих предыдущих стримов, о том, что этот год вообще непонятный совершенно никому, и зима совершенно непонятная, она у нас как бы съехала, ну, минимум на полмесяца, на месяц вперед, в сторону марта, потому что весь декабрь это был, ну, не знаю, это была реально весна, плюс 25 градусов, ой, декабрь, январь, декабрь тоже был очень теплый, да, как бы были свои плюсы, что были дожди, до этого проходили, это дало огромное количество грибов, тем, кто это любит, но как бы с точки зрения рыбалки это очень сильно напрягло, потому что, все-таки, конец февраля, зима, такая штука сложная, но ничего, в общем-то, очень многие команды нашли достаточно изобретательные способы хранения рыбы, потому что судьи не могут физически на каждую рыбу килограммовую бегать, это просто нереально, поэтому есть часть команд, которые сделали, хранят рыбу в карповых люльках-матах, вот, часть команд хранят рыбу, на пляже есть огромные мусорные баки, огромные, вот, часть команд приспособили эти баки под хранение рыбы, то есть они как бы баки пустые, сейчас людей нет, мусора нет, они просто туда заложили пакеты, те же самые, что используется для мусора, огромные, прочные, налили туда воды, натаскали ведрами, и там замечательно, 3-4 карпа по килограмму, там живут только так, в соседнем баке у них плавает рыба, там, 6 килограмм, ну, короче, прикольно сделали, румынская команда пошла еще дальше, они просто выкопали озеро на берегу, реально озеро, выкопали, застелили его полиэтиленом, натаскали туда воды, у них получился маленький пруд, и в этом пруду у них плавают рыбы, ждут судейства. Виталий, с Украины никого нет, по причине того, что Израиль закрыт, он был на карантине достаточно долго, и никто никак не мог сюда попасть по-любому, толком, а если бы он попал, он бы сел на 14 дней в карантин, кому это надо, плюс к тому, что закрыли наши аэропорты, и никто не все равно не может прилететь, поэтому остались мы только чисто местные команды. Даже та же команда Румынья, про это говорил, у них обычно они выступают втроем, и у них третий напарник прилетает специально из Румынии, то есть как бы обычно, вот в прошлом году у нас на открытии был румынский флаг, я вначале думал, что они просто шутят, а потом, оказывается, что нет, он реально как бы, он карпятник румын из Румынии, вот, не, ну румыны, опять же, это румыны местные, это не румыны, которые приезжают сюда, они живут здесь, они говорят на еврите, я не знаю, может у них израильские паспорта, может быть они реально и еврейские, то есть румынские евреи, я же не заглядывал ему в что-нибудь. День прошел достаточно напряженно, потому что с такой погодой надо иметь реально силу воли, чтобы продолжать ловить, потому что, скажем, вот команда карасики, которые до сих пор на первом месте, вероятнее всего, их оттуда никто не сбросит, но они реально, ребята, просто мокрые насквозь, потому что тенты, которыми обычно мы накрываем, как бы столовую, закрываем сверху палатки, чтобы уменьшить количество воды, попадающей на них, пришлось поубирать, иначе бы их просто поломало. На таком ветру тенты не живут, даже самое-самое прочное, они погибают очень быстро. Поэтому они остались только с палатками, а как оказывается тот же фокс-рояль достаточно неплохо протекает, когда дождь не прекращается вторые сутки. Поэтому, ребята, реально мокрые, я очень надеюсь, что никто из них не заболеет, потому что все-таки в таких условиях, на улице сейчас нагума температура, но не больше 2-3 градусов, холодина страшная. То есть я сижу, конечно, в домике, и это меня спасает, потому что здесь, даже если ничего не включать, никакой обогреватель, в конце концов, закрытое помещение, в котором я дышу, оно постепенно согревается. Да, вот ребята, когда приходили сюда, там, Майя, там, и другие, сразу заходят, а-а-а, как хорошо у тебя. Потому что сейчас в судейском лагере не намного лучше, чем у команд. Такая же холодина, и хотя вокруг натянут полиэтилен, снизу все равно продувает жутко, фу, кошмар. Детали, да, я понял, приезжай, звони, пиши, как говорится, может, чем поможем. Ну что ж, давайте перейдем к десерту. На десерт у нас результаты. Ой, Семочка, давай, давай, прилетай. Сереж, ну, совершенно верно, как бы это вот прямо, как какое-то божие наказание, я уже об этом говорил. Просто реально, может быть, прекрасный месяц, может быть, 25 дней подряд идти, там, солнце, 25 градусов, но как только мы назначаем дату соревнований, причем это не играет роли, когда мы назначаем и когда мы это делаем. Это может быть сделано в мае месяце, а это может быть сделано в сентябре. Роли никакой нет. Как только мы назначаем дату соревнований, обязательно во время соревнований будет какая-то катастрофа с точки зрения погоды. Но у меня есть нехорошее или хорошее подозрение, что именно благодаря этой погоде наши результаты. Как бы, да, потому что у нас были соревнования, вот был кубок, шикарная была погода, как говорится, а рыба где? Рыба в Кенеры. Вот, значит, сегодня, я как бы, точнее, это было вчера, вчера, когда мы заканчивали и когда я подвел в итоге, у нас было на вчерашний вечер 872 килограмма рыбы, я сказал спортсменам, что я очень сильно надеюсь на то, что они поднапрягутся и как бы 200 килограмм так нагребут. 200, не 200, кажется, но продал за 300. в итоге получилось так, что Миненко с бубном, ну да, что мы опять побили рекорд, перевалили за тонну, у нас общий вес на сегодня тонна 136 килограмм, почти 540 карпов, средний вес сейчас в пределах 2 килограмма, 208, Big Fish до сих пор сохраняется у команды Car Pro румыны, при том, что они как бы не очень там сильно гонят, они находятся на 11 месте в общем зачете с 15 рыбами, но у них в общем-то средний вес 3 килограмма плюс-минус, а такой средний вес кроме них, а ни у кого и нет. Самый большой средний вес, который я здесь вижу, это 2900 по-моему. Это еще один сюрприз, кстати. Некоторые команды, которые ну были мягко говоря, можем сказать аутсайдерами, плюс-минус, внезапно рванули вперед голлопом, например, команда Брадекс. Я думаю, что тут немалую роль играет опыт Артема, который достаточно известный карпятник и много ловит, но эта команда сегодня дала жару, судьи реально замахались взвешивать эту рыбу, то есть в принципе почти 40 карпов за день это серьезная заявка, это очень хороший результат. Общий результат, как я сказал, полтонна 136, первое место держат опять же карасики, Костя Херсонский, Юкилис Саша и Костя Милинкинс, судьи взвешивают эту команду фактически постоянно, Игорь, я про джетов сейчас скажу еще, потому что они находятся рядом и вместо чтобы хранить эту рыбу в мешках или где-то еще, команда просто спокойно берет ту же люльку и с ней приходит прямо в судейский лагерь и взвешивается рыба на месте это, конечно, привилегия находиться рядом с лагерем, что делать, так получилось. Джеты у нас сейчас на шестом месте, у них общий вес 78 килограмм, чуть больше, 48 рыб, но, скажем так, догнать карасиков нужно взять 71 килограмм, это реально но это сложно в таких вот условиях, хотя будет мы надеемся будет завтрашний день который должен быть все-таки не такой страшный как сейчас по крайней мере ветер, да, то есть будет дождь, но если ветер затихнет и волна немножко спадет, это сразу даст командам возможность нормально кормиться и рвануть опять вперед хотя бы до пятницы. Догнать то есть как бы Брадекс из-за своего вот этого рывка выскочил на второе место в таблице для того чтобы догнать их нужно совсем немного всего лишь 4 килограмма и я имею ввиду следующей команде следующая команда это команда лидер который на четвертом месте кстати тоже очень неплохо сегодня отловились вот то есть как бы если лидер поймает карпа на 4 килограмма а Брадекс ловить перестанет тогда как говорится поменяется местами но мы же знаем да что те кто пытается догнать они будут взорвать задницу и действовать возможно но и те кто находится в первой тройке учитывая не очень большие разницы они тоже спать не лягут они тоже будут пахать как лошадь чтобы не дать себя догнать но мы знаем что картфишинг это постоянная интрига и все меняется буквально за секунды я думаю что утром когда судьи пойдут на взвешивание мы увидим какие-то изменения они могут быть совершенно внезапными и неожиданными наверное в этом и прикол да как бы всех этих боев Виталий по поводу протоколов но во-первых можно посмотреть в моем профиле я думаю ты увидишь там есть я периодически делаю им репосты дело в том что есть страница которая называется спортивные клубы из Рафиш из ТП ищешь из Рафиш что ты это найдешь и там основная информация именно про соревнования публикуется там и альбомы и протоколы и мои отчеты там все как бы публикуется так что заходи подпишись на страницу ты будешь получать информацию как вы слышите я думаю это микрофон тоже слышно что дождь продолжает идти вот как вчера мне тут говорили что слишком сильно шумит за окном так вот представьте себе вот те кто не в Израиле как бы да что вот это в общем-то никак не меняется уже сутки вот это у нас стучит по голове бесконечно все вокруг превратилось в сплошное болотое озеро стоянки затопило просто там такие озера можно карпов разводить еще два инцидента у нас было сегодня застряла Майя на своей машине она решила пересечь вроде как мелкую лужицу но как оказалось это лужица была совсем не мелкая Майя в нее села конкретно и встряла в глину ее тут извлекали всем коллективом а потом Вове Файнермуна нужно было срочно куда-то уезжать он побежал к своей машине а машина стояла на стоянке все это время и пока она там стояла она оказалась посреди водоема и он тоже не мог никак выехать она там тоже завязла я вызывал на помощь наших ребят работников пляжа которые всегда готовы нам помочь они стендером поехали и выдернули его в общем что будет в пятницу я себе с трудом представляю то есть я имею ввиду очень много машин здесь стоит на стоянках и на наших стоянках и стоянках на других пляжах и все они сейчас я так смотрю они все стоят в этом озере смогут ли люди оттуда выбраться без помощи этого же тендера не знаю посмотрим у нас конечно опять же всякие сомнения по поводу самой пятницы о том что пятницу обещают непрерывные дожди без остановки и делать церемонию открытия очень сложно будет на открытом воздухе но вот моя любимая жена подала шикарную идею мы сейчас ее обсуждаем даже вроде как смешно звучит но учитывая сегодняшнее время корону и все вот эти дела использование зума в качестве платформы для церемонии награждения очень даже интересно причем мысль у меня уже как бы пошла дальше о том что все команды когда они соберутся и придут сюда они все включат телефоны все получат ссылку на сессию в зуме и мы будем вести церемонию как бы своего типа места где мы найдем там под крышей рядом с машинами и судьи будут фактически разносить призы ну вы знаете да что у нас за участие раньше были дипломы потом мы перешли на медальки памятные а в этом году мы пришли на кружки я уже показывал вам прошлый раз кружку с этого как он называется нас кубка сейчас вам покажу сразу она у меня здесь стоит у меня две кружки разных это кружка с кубка это кружка с галерийского карпа как бы команды получают каждый участник получают сочувствующие что хочешь получить футболку приезжай я тебе выдам да команда естественно получили футболки с длинным рукавом для того чтобы вы позавидовали я вам покажу вот такая футболка с вот такой вот надписью ну учитывая что фейсбук и камера поворачивается да Оленька спасибо за идею мысли интересно кстати всем понравилось а увидит награждение в зуме смотрите ребята тут есть одна проблема мне как бы сказали что бесплатный зум позволяет не более 100 участников на 40 минут у нас я не знаю сколько доживет до конца это как бы уже три команды снялось фактически есть те команды которые могут решить что им нет смысла приходить на церемонию так как они в самом низу таблицы и могут тоже сняться и уехать и я их не осуждаю потому что все жутко промокли продрогли и промерзли то есть есть шанс что на саму церемонию награждения ну скажем тот же помпи наш любимый с большущей вероятностью не дойдет до церемонии скажет что у него там срочные какие-то работы он прораб и уедет так что есть шанс дойдет команд 10 до церемонии 10 команд это 30 человек плюс еще 10-11 судейская команда ну как бы еще где-то получается да мест на 60 есть но проблема в том что где я могу эту ссылку опубликовать если я опубликую на фейсбуке вы же понимаете там не может зайти не 60 человек а 600 как бы тогда вопрос если кто-то из участников внезапно отключится по какой-то причине он уже потом не сможет подключиться назад поэтому не знаю мысли кстати интересные слушайте да действительно не мы попытаемся сделать параллельный прямой эфир хотя какой-то может быть прямой эфир реально прямой эфир из зума я не знаю можно ли сделать так с экрана ну подумаем слушайте футболки им тут уже раздавай какие хитрые приезжайте я начну рыбу половите а потом футболки всем выдам без проблем что у нас еще интересного да в принципе интересно ничего нет потому что фактически из-за такой погоды не погулять не пофотографировать очень мало фотографий за сегодня просто реально ползал на коленях перед командами умолял послать мне хоть парочку фотографий из их сектора потому что когда приходили судьи из-за того из-за того что шел сильный дождь и был сильный ветер они сражались только с весами и всем остальным у них не было времени даже фотографировать и команды многие с рыбой не фотографировались именно по этой же причине побыстрее ее выпустить в воду и ну его нафиг судьи могут из одного аппарата посмотреть нечто хитрая какая судьи тоже хотят хотя в принципе что там смотреть квадратики с мордами опять же я так понимаю человек может просто не включить видеокамеры будет просто черный квадрат с именем ну ладно завтра попытаемся провести какой-нибудь эксперимент у нас внутренне в лагере может быть получится что-нибудь не знаю посмотрим вот так вот завершился день вначале предполагали что мы отправим одного судью с машиной ночевать на пляж Лавнун но мы обзвонили участников поняли что там с рыбой как бы ну есть одна рыба на все команды из-за этого туда слать человека пока смысла нет если будет кризис если у команд реально начнется проблема с хранением рыбы и у них будет ее много но наши судьи готовы вставать в любое время вообще наш судейский коллектив я вчера делал стрим с нашего судейского лагеря это просто золото они люди то есть обычно приходится дежурных назначать то есть как бы говорить вот ты сегодня дежурный а ты сегодня дежурный и так далее а у нас получается что люди сами предлагают себя давайте я могу поехать и там станции ночевать я буду машине спать так чтобы всем сразу выехать а вопрос насчет ватсапа я не знаю сколько человек поддерживает ватсап реально сколько он может поддержать в видеочате надо будет почитать просто в интернете потому что я знаю еще многие бесплатные аппликации они ограничивают количество участников это сильно нагружает сервера поэтому они этого не любят любят когда за это платят денежки ладно у нас остался еще один день попытаться обдумать это может получится либо будем искать место на пляже где есть крыша так чтобы все могли встать такое место есть но оно далеко отсюда и там нет стоянки то есть надо будет туда просто пышочком идти вот но это на крайний случай там хотя бы есть крыша и не будет капать на голову вроде все гостей сегодня у нас не было никто не приезжал пресса нас не мучила нас меня пресса только мучила тем что они меня просили чтобы я за них сделал эту работу то есть я должен был им послать видеоролики из команд во время дождя как они ловят рыбу как они забрасываются и так далее хитрый ход вам скажу честно да то есть как бы вместо чтобы послать журналиста с камерой чтобы он немножко помог походил поснимал не нифига давайте вы нам пошлите эти видео мы их потом используем в своих сюжетах кстати да если я правильно понимаю в пятницу на Кан будет по моему сюжет или на Кан или на 13 канале будет какой-то сюжет где будет просорен то есть надо они мне не присылают никогда ссылки на свои эти вот и не говорят когда это будет ну короче будет что-то что на море Игорь какое море где-то у нас море увидел ну Кеннер это тоже море Галилейское море он так и называется так что вот нам море песочек черный зонтики и даже спасатели а я понял кто у меня там в машине сидит да я думаю что надо заканчивать потому что в принципе мне нужно сейчас выходить в эфир на иврите я как бы получаю достаточно много положительных фиддаков от ивритоговорящих насчет того что это очень нужно потому что они не могут информацию откуда подчеркнуть а я пишу свое что-то на русском что там Кеша написал место для машин между накинер эти место для машин не знаю в каком месте ты говоришь я знаю что есть но это не стоянка Саш это не стоянка это что-то для военных палаток по-моему для какой-то ситуации когда там будут беженцев размещать там 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 болото Саша это что же ну в общем вы меня поняли да я буду заканчивать выходить на иврите расскажу ребятам израильтянам то что происходит они очень интересуются кто сидит в твоей машине пока никто не сидит все спокойно успокойся я не сказал что в моей машине там стоит машина какая-то которая вижу отсюда что у него горят стоп-сигнал думаю кто там сидит я думаю это один из судей кстати у нас судьи сейчас перебрались в машины потому что это реально на улице и в палатках это пипец как холодно а эти ветродуй обогреватели выбивают у них пробки в туалете там где у нас мы берем свет при попытке включить ветродуй и там не знаю чайник пипим вот а ко мне в комнату они к сожалению все не поместятся то я не пущу никого сюда у меня тут деньги в общем всем спасибо кто смотрел кто болеет за наших ребят у нас на форуме есть отдельная тема для болельщиков если кто зарегистрирован может там пару слов написать но можно это писать и на фейсбуке у нас я так понимаю процентов 90 из ребят там сидят и смотрят на отклики под моими сообщениями так что они в курсе о том что вы им там пишите вот ребят все спасибо вам большое закончили мы 17 число завтра ну как бы в 10 по идее попытаюсь снова выйти если не будет никаких изменений танымазашу как кажут у нас заходите в гости как говорится приезжайте в Израиль мы вас встретим обогреем вот и может быть свозим на Кенерет покажем наш водоем все до свидания всем спасибо спокойной ночи субтитры